Теперь я предоставляю слово представителю Украины. Господин председатель, Украина стала соавтором и проголосовала за данный проект резолюции. Мы отмечаем упорную работу делегации Франции и Испании при подготовке и согласовании его. Крайне разочарованы, но удивлены тем фактом, что все эти усилия в конечном итоге были сведены нет правом вета России. Это пятая вета, которую использовала Россия по проектам резолюции по Сирии за прошлые годы. Если бы резолюция увидела свет дня и ее приняли бы, то это было бы реальным предметным шагом по пути к осуществлению превентивной дипломатии со стороны Совета. Это помогло бы предотвратить то, что вот-вот может стать самой серьезной гуманитарной трагедией современности. История привлечет к ответственности тех, кто не позволил Совету выполнить свою ответственность. Четко понимая явно гуманитарный характер резолюции и направлено на то, чтобы остановить то, что к концу года стерто с земли будет восточная ЛЭПа, мы также считаем, что должен быть кодекс поведения действует о безопасности в таких ситуациях. Украина к этому присоединилась в прошлом году крайне разочарована тем, что политическое заявление в случае использования в случае массовых актов жестопости и инициатива ограниченной использования ВЕТа постоянными членами Совета пока это еще инициатива хода не получила. И здесь Российская Федерация более заинтересована в том, чтобы сохранить свою привилегию, а не в выполнении своей ответственности перед международным сообществом. Для Украины это дело не новое. Мы видели, как Россия осуществляла свое ВЕТа в марте 2014 года и в июле 2015 года. Тогда решение Совета позволило спасти тысячи человеческих жизней. Это отправил бы мощный сигнал тем, кто совершал ужасные акты против гражданского населения, и их преступления не остались бы безнаказаны. То, что мы видели сегодня, это то, что политика России остается без изменений. Если нынешняя динамика сирийского конфликта продолжится и победит логика войны, а не голос мира, мы, как международное сообщество, несем реальный риск затяжного смертоносного конфликта, который еще будет длиться годами. Последствия такого сценария – это некий ящик Пандоры, который очень легко открыть, а закрыть почти невозможно. Новые и новые беженцы идут в Европу и в другие регионы. Больше дестабилизации для соседних стран. Растет число погибших. Углубляются гуманитарные кризисы. Если это не гибридная война, которую ведет Россия для того, чтобы снова укрепить себя в мире, то тогда черное-белое, белое-черное. Те, кто против мира и затягивают войну, рискуют повергнуть в огонь межконфессиональной войне весь регион. Это даст новое пространство экстремистам. И, наконец, я хочу поддержать слова спецпосланника Стефана Демистуры. Мы не хотим, чтобы была еще одна Серебряница или Руанда. К этому добавлю. Мы также не хотим, чтобы был еще один Грозный.